Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Новые подходы к организации образовательного процесса, акцент на патриотическое воспитание школьников и студентов, возвращение в школу военруков. В Бресте прошел большой августовский педагогический фест с отголосками республиканского собрания, но с акцентом на проблемы в регионе. Возвращение к жизни пустовавших площадей завода «Цветотрон», увеличение выпуска продукции, 500 новых рабочих мест. В Бресте прошло торжественное открытие новых производственных мощностей иностранного общества с ограниченной ответственностью «Анрекс». У предпринимательства «Женское лицо». В областном центре под патронажем Брестского местного фонда регионального развития во второй раз прошел фестиваль женского бизнеса. Как это было, специальный материал Алена Миневич. У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? В Бресте проходит семейный фестиваль профессий «Единорог», который на протяжении двух дней позволяет юным брещанам примерить на себя 100 профессий по различным направлениям. Об этом мы не только прямо сейчас в еженедельной программе «Итоги недели». В системе образования Республики Беларусь есть добрая традиция. В канун нового учебного года проводить августовские конференции педагогических работников. В ходе которых обсуждаются основные направления работы, уточняются подходы в решении актуальных задач, обобщается накопленный опыт. Не стал исключением и август 2021-го. На республиканском областном и городском уровнях прошли августовские конференции педагогических работников под общим названием «Система образования – основа единства страны». На каждом форуме обсуждались наиболее проблемные и практические вопросы организации педагогической, идеологической, воспитательной и учебно-методической работы учреждений образования на новый учебный год. Съемочные группы нашего канала работали на двух локациях. О главных тезисах августовских конференций прямо сейчас. Совсем скоро прозвенит школьный звонок, и за парты в День знаний сядут более 172 тысяч юных жителей Брестской области. При этом в первый класс придут порядка 17 тысяч вчерашних дошколят. Цифра немалая, что не может не радовать. А как обстоят дела с учащимися в городе? Здесь тоже неплохая статистика. В новом учебном году получить знания будут более 43 тысяч школьников. Это значит, что примерно каждый пятый житель Бреста будет обучаться в гимназиях, лицеях и школах. К такой нагрузке система образования готова. Все впереди, мы движемся, мы работаем, ваши умы, в том числе наших детей, о чем мы сегодня говорим. Система образования, которая создала эти умы, мы подошли к тому, что мир сегодня не стоит на месте, и мы сегодня развиваемся. А материально-техническая база Брещена абсолютно подготовлена к даче того логотипа, может быть, и частично отработанного образования, а потом уже дальнейшего индивидуального, для того, чтобы наши дети познавали сегодня те непознанные моменты, которые сегодня знают их руководители или научные работники, которые сопровождают их дальнейшее развитие и обучение. Чтобы держать руку на пульсе и своевременно реагировать на вызовы времени, ежегодно в последней декаде августа педагоги всех уровней собираются вместе, чтобы обсудить основные направления работы, уточнить подходы в решении актуальной задачи и поделиться приобретенным опытом. Областная августовская конференция педагогических работников «Система образования. Основа единства страны», которая прошла в Бресте, была посвящена наиболее важным направлениям развития образовательной сферы в новом учебном году. О ней говорили на республиканском форуме, на котором присутствовали и многие брестские педагоги. Поднимались вопросы совершенствования системы образования, введения национального экзамена, введения дополнительных факультетных занятий, руководителя по военной подготовке и многие другие новшества. Обсуждались проблемы совершенствования подготовки кадров как в высшей школе, так и в средних специальных учебных заведениях. И сегодняшнее августовское мероприятие, которое проходит в области, говорит о том, что эти же вопросы будут рассматриваться на уровне области. Перед высшей школой задачи стоят, конечно, очень важные. Это прежде всего формирование высококвалифицированных специалистов, но не просто бездумных технократов. Это должны быть граждане и патриоты нашей страны, с большой буквы, которым уже не только завтра, а уже сегодня брать ответственность за развитие нашей страны. Что касается нашего технического университета, мы развиваем концепцию университета 3.0. Она предполагает развитие научных, инновационных исследований, разработок и внедрения. Самое главное – выйти на внедрение этих разработок в реальный сектор экономики, зарабатывать определенные средства, которые пойдут и в том числе на развитие нашей университеты. Качественное образование, индивидуальный подход к каждому ребенку, желание учителя передать свои знания ученику, профориентация, чтобы по выходу из школы молодые люди не оказались неприспособленными к жизни. Вот задачи, которые стоят перед учительством региона в нынешнем периоде. Именно они обсуждались на августовской областной педагогической конференции. Председатель Брестского областполкома Юрий Шулейко четко расставил акценты, поставив во главу окла воспитания патриота и достойного гражданина своей страны. Мы сегодня имеем полноценное, практически 90% бесплатное образование. Оно касается оплаты только высших учебных заведений, второго образования где-то необходимо, но от частности. Все получают сегодня школьное образование бесплатно. Кто сегодня поступает на бесплатное с высоким баллом прохождение, тот учится бесплатно. Кроме того, он получает стипендию, он получает готированное жилье, а то и питание порой непосредственно. Он учится в прекрасных учебных заведениях, которые сегодня имеют материально-техническую базу. Далее оно сопровождается практическими занятиями и в контенте, то, что нужно сегодня государству. И какие специальности сегодня, оно должно быть совокупно на протяжении вот этого, пока он пришел в нулевачку и закончил 11 классом. А потом он уже стал специалистом и пришел за станок, за компьютер. Он пришел как руководитель предприятия, подразделения. Областная августовская педагогическая конференция получилась насыщенной и интересной. Не менее важной стала и городская. Талантливые и болеющие душой за каждого ученика, руководители школ, лицеев, гимназий, детских садов Бреста, а также небезучастные к образовательному процессу представители администрации города встретились в одном месте. Председатель городсполкома Александр Рогачук был приятно удивлен возможностями, инновационными подходами учителей областного центра. Ведь городскому педагогическому форуму предшествовала выставочная экспозиция, где были представлены наработки педагогов. Основы обозначены на всех уровнях, на уровне Министерства образования и на уровне главы государства. Это совершенствование качества образования, совершенствование военно-патриотического воспитания, работа с молодежью. Это основные акценты, которые сделаны были на всех уровнях. В рамках этих задач двигается система образования нашего города. Мы, в общем-то, неплохо закончили предыдущий год. У нас 172 медалиста, у нас 10 стобальников на централизованном тестировании, у нас 2-4 победителя Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Да, таких результатов вряд ли удалось бы достичь ни будь серьезного тандема. Учитель, ученик, родитель. Только в том случае, когда в учебном процессе заинтересована каждая из сторон, получается взойти на вершину образовательного Олимпа. Немаловажную роль играют учебные пособия и материалы, над которыми трудятся наши педагоги, и которые оценены по достоинству. Кроме того, приятным сюрпризом стал новый учебник по геометрии для 11 класса, на обложке которого размещен западный обход. По этой книге получать знания будут школьники всей республики, а значит, очередной бренд Бреста станет еще более узнаваемым. Мы постарались обеспечить полноценное финансирование тех проектов материального дооснащения. Вовремя выплатили педагогам им положенные отпускные. И думаю, что сейчас с уверенностью могу сказать, что система образования города готова к новому учебному году. Готова и к тем новым требованиям, которые были обозначены главой государства на недавнем республиканском педагогическом совете. И думаю, что наша система образования города Бреста в достоинстве себя покажет в этом году, тем более если учесть, что учебники республиканские уже теперь на обложках изображают наши достижения нашего города. На августовской конференции собрались единомышленники, люди, которые действительно болеют душой за общее дело. Потому разговор был конкретный. На встрече озвучили цели и задачи на новый учебный год, обозначили статистические данные по обеспечению здравооберегающих процессов, обсудили направление военно-патриотического воспитания, провели мониторинг, проделаны работы, а также сделали акцент на развитие дошкольного образования. Дошкольное образование является первой ступенью образования в Республике Беларусь. Очень важно то, как закладываются навыки, знания, представления у детей дошкольного возраста. И над этим работают все учреждения дошкольного образования. Что касается, если и сада номер 20, мы можем сказать одно, что в нашем учреждении созданы все условия для безопасного пребывания воспитанников и для развития их в направлении детской деятельности. Обсудили много. Теперь осталось от слов перейти к делу и сделать городскую систему образования еще эффективнее. Ведь сами школьники, несмотря на расхожие мнения, уже ждут, не дождутся начала нового учебного года. Иду в шестой класс. Мне нравится учиться. Русский язык нравится. Учителя добрые. По русскому, по математике, по белорусскому языку. Перехожу я в шестой класс, 30-й школы. Ну, номер 30-й. В школе я соскучился. Немного хочется. Там с друзьями смешно. Уроки интересные. Я хожу в 20-ю школу, 5-й класс. Ну, в принципе, я люблю ходить в школу. Мне там друзья нравятся. Водушевленные ученики и целестремленные педагоги совсем скоро встретятся и начнут вместе работать, чтобы ставить перед собой новые цели и достигать новых вершин. Итоги недели на БУК-ТВ говорим о важном и актуальном. Резидент свободной экономической зоны Брест, иностранное общество с ограниченной ответственностью Анрекс, берет свое начало с 1997 года. Компания является серьезным производителем корпусной мебели, которая изготавливается на высокотехнологичном оборудовании именитых европейских производителей. В январе 2020 года компания Анрекс приобрела у цветотрона помещение площадью 41 тысяча квадратных метров и поэтапно их реконструировала под производственно-складской комплекс. Теперь здесь будут производить корпусную мебель, в том числе и для экспорта. А в ходе реализации проекта за счет увеличения площадей и возможностей предприятия будут созданы новые рабочие места. Об открытии производства следующий материал выпуска программы «Итоги недели». Модернизация как одно из направлений производственной политики руководства предприятия Анрекс, которое является одним из старейших резидентов свободной экономической зоны Брест. Все эти годы компания росла и развивалась. Начиная с 2012 года на предприятии происходила полная планомерная модернизация цехов и производственных процессов. В январе 2020 года компания приобрела у завода цветотрон помещение площадью 41 тысяча квадратных метров и поэтапно их реконструировала подпроизводственно-складской комплекс. Уже сегодня открыт первый пусковой комплекс нового производства «Анрекс». Это действительно очень высокий вклад в развитие экономики города в первую очередь. Свободная экономическая зона, а вы как знаете, сегодня свободная экономическая зона Брещины является одной из самых передовых. Здесь именно идут инвесторы, которые знают Брещину. Они знают и понимают, как здесь можно работать и насколько здесь есть взаимопонимание руководства, кто в свободной экономической зоне и того, так сказать, подхода, который сегодня необходим в достаточно непростой ситуации. Неиспользованное здание – это один плюс. Сегодня компания их приобретает и в короткие сроки вкладывает, я скажу, достаточно внушительную сумму в техническое перевооружение, ремонт. Сегодня бывшие помещения «Цветотрона» – это не серое, не респектабельное здание, которым оно было на протяжении многих лета. Современное производство с красивым архитектурным решением. Но главное, что было отмечено руководителем области Юрием Шулейко, с учетом такого расширения появилась возможность создания новых рабочих мест. На предприятии «Анрекс» появится порядка 500 вакансий. Я хотел поблагодарить администрацию города, администрацию СС, что они создали условия для нашего развития, что здесь очень комфортно и хорошо работать. Но смотря непосредственно на наш коллектив, наиважнейшая ценность города Бреста – это его люди и его сотрудники, которые работают у нас на предприятии. Это важнейшее, наверное, потому что все наши сотрудники, уже тысячи сотрудников на предприятии – это стержневые люди с большим, серьезным стержнем внутри. С ними легко и просто работать. Убедиться в высочайшем уровне производства и качестве выпускаемой продукции присутствующие смогли сразу после перерезания красной ленты. Основная продукция предприятия – корпусная мебель для гостиных, спален, прихожих и кабинетов. Красноречивее всего, о ее качестве говорит сбыт. Более 40% поставляется в Европу, оставшиеся 60% направляются в страны евразийского экономического сообщества. За время работы «Анрекса» была произведена продукция на 330 миллионов долларов. Экспорт составил 297 миллионов долларов. Но руководитель предприятия есть амбиции – увеличение мощностей. Теперь есть и возможность тем прибавить в экспортной составляющей. С учетом ввода данного, как вы сказали, цеха, данного предприятия, они, в принципе, будут удваивать, наращивать объемы производства, практически удваивать выход своей продукции. На сегодняшний день это уже у них работает почти тысяча человек, в том числе и здесь. Поэтому это, в первую очередь, для создания рабочих мест, увеличение объема производства и, соответственно, увеличение экспортного потенциала данного предприятия. Я скажу, что компания «Анрекс» входит в десятку экспортеров свободной экономической зоны, а в целом экспорт свободной экономической зоны составляет 29,5% экспорта области. Успех любого предприятия зависит от людей, которые трудятся на нем. Многие работники компании не изменяют «Анрексу» на протяжении уже многих лет, ведь условия труда здесь комфортные, а заработная плата достойная. Я тут работаю уже 6 лет, всю жизнь в мебели, на мебельных производствах работаю. Ну что можно сказать, птицу видно по полету, вот только заходите, и сразу видно, какое-то хорошее предприятие. Как мне рабочему, зарплата у нас достаточно высокая, скажем так, отношение к рабочему, вот сразу можно зайти, посмотреть, гардероб, туалеты, предположим, душевые, такого вот, даже нету у некоторых дома, такой сантехники не стоит. Все прекрасно, все устраивает. Работаю я на предприятии 5 лет уже, уже пошел 6-й год. В принципе, организация очень хорошая, здесь все нравится, продукция выпускается достаточно хорошего качества, поэтому жаловаться не на что. Зарплата тоже устраивает, жить можно. Снимаю здесь квартиру, еда, погулять, все хорошо, все устраивает, все замечательно. За годы своего существования, это более 20 лет, компания «Андрекс» зарекомендовала себя как надежный партнер. Конструкторы и дизайнеры предприятия следят за тенденциями европейского мебельного рынка, предлагая не только широкий ассортимент и стильный дизайн, но и функциональность своей продукции, а потому высокий спрос как в Беларуси, так и за ее пределами на мебель компании «Андрекс» обеспечен. В продолжение темы. Крупные предприятия являются сегодня ядром экономики любого города, а значит и государством. В Бресте уже несколько десятилетий успешно работают компании-гиганты. Одной из таких является «Брестфторчермет» – унитарное предприятие, входящее в государственное объединение «Белфтормет», которое занимается заготовкой и переработкой лома и черных отходов металлов, а также реализацией продукции. В настоящее время это один из самых эффективных субъектов хозяйствования в нашем городе. О деятельности предприятия и о его основной движущей силе в его ценных сотрудниках расскажет подробнее в следующем сюжете Алена Миневич. В настоящее время «Брестфторчермет» входит в стройку ведущих предприятий государственного объединения «Белфтормет». Организация многопрофильная, имеет мощное производственное ядро и два дочерних предприятия – сельхозповедение и БВТМ «Маркет». Брестский цех – один из трех производственных цехов «Брестфторчермет». Также в его производственной базе пять участков и 12 пунктов по заготовке лома от населения. Весь заготовленный лом перерабатывается и отгружается потребителям, основным из которых является Белорусский металлургический завод. Что важно, предприятие не стоит на месте, а ежегодно совершенствуется. За последние годы произошла очень сильная модернизация. Если мы начинали, грубо говоря, с кранов ГПК, резаками, как говорится, в огник, то сейчас прессовое оборудование закуплено, закуплены перегружатели, которые, конечно, производительность труда увеличивается и сокращается время на переработку, на производственный цикл. Поэтому также автомобильная техника очень обновилась у нас. Стараемся достигать, что машина была не ставшей, автомобиль не ставшей 10 лет. Также много мы производим. Мы идем на втором месте, по сути дела, по объему самовывоза. Мы занимаемся с организацией предприятий в республике. Но что такое предприятие без мощного кадрового потенциала? Ведь если предприятие сравнивать с домом, то его работники – это совершенно точно его фундамент, основа и сила. На предприятии множество семейно-трудовых династий, а также сотрудников с действительно огромным трудовым стажем. Например, Виктор Смущук – машинист крана 4-го разряда цеха переработки металлолома. После армии в 1979 году он пришел в Брестское областное управление в Торчермет и остался. Остался вот уже на 42 года. С этот большой срок жизнь Виктора Николаевича набрала обороты. Он обрел супругу, двух дочерей и пятерых внуков. Не стояло на месте и предприятие. Наш герой застал множество этапов его развития. За это время, я могу сказать, что наше предприятие очень изменилось и в лучшую сторону. Очень намного. Даже не сравнить, что было раньше и сейчас. Мне кажется, сейчас оно одно из таких престижных предприятий в нашем городе стало. Я очень, что я попал на эту работу, я очень рад, что я здесь работаю. Не сравнить, что было раньше, сейчас тут много-много техники, вот новые там появилось здесь, и нужности очень много. И вообще по территории, как все ухожено здесь, небо и земля, можно так сказать. Просто идешь, да, очень приятно здесь. Посмотрите, здесь такой порядок, красота, чистота, все это. Раньше такого тут не было намного. Сейчас Виктор Смущук первый в коллективе человек, награжденный высоким званием, почетный работник Белстерчермет. Он заслужил это звание за свой добросовестный труд, усердие, успешное выполнение и перевыполнение производственных заданий. И высокий профессионализм на протяжении всех 42 лет. На вопрос, хотел ли он когда-нибудь уйти или сменить работу, он отвечает. Перед армией оканчивал техникум по специализации, бездорожный техникум по профессии, вот, организация погруза разрушенных работ. Как бы это, это мое, ну, это самое. Я сразу, работа понравилась, она мне в удовольствие, и всю жизнь, вот, придешь на работу, как на правильный. Просто понравилась моя работа, до сих пор, я испытываю от нее удовольствие, в принципе, вот, придешь, отработал, и нормально, и все. Мне кажется, неплохо получается даже. Любая работа сложная, особенно поначалу, но главная мудрость от Виктора Смущука в том, что со временем ко всему привыкаешь, учишься и становишься профессионалом. Особенно комфортно это происходит в хорошем коллективе. Если сразу, она может сложновато, это же машины, выгружать надо, чтобы ничего в ней поломать. С годами же просто привыкаешь, я уже видел разный металлолом, как говорится, знаю, как к нему обращаться. Сейчас, в данный момент, она для меня сложности не представляет. Мне кажется, самое главное, что в коллективе была хорошая обстановка. Я чуть-чуть постарше, молодежь, они больше, это самое. Каждый возраст, но все равно с ними, с ними себя моложе чувствуешь, как они моложе. В общем, у нас коллектив, мне кажется, очень хороший собрался. Это же не то, что он там за один день, не то, что люди подбирались там, со временем кто-то уходил, оставались самые лучшие, мне кажется, здесь. Серьезно. У нас такой коллектив, которые уже по многу лет работают. Допустим, я пришел в 1975 году, Виктор Николаевич пришел, но немножко попозже. И, как говорится, мы не меняем, не уходим от этого. Нам работа нравится. Вектор движения задают те, кому не все равно. Вот почему сотрудники, преданные своему делу, так важны и нужны предприятию Брест в Торчер Мед. На ваш взгляд, современная женщина, какая она, кто она? Мне кажется, мы, прекрасные дамы, просто супер-женщины. Обладаем супер-способностью совмещать в себе огромное количество качеств, позволяющих нам быть многозадачными. Дома мы отличные хозяйки, жены, мамы. Вместе с тем мы можем быть успешными бизнесвумен, управляющими компаниями. Можем без конца учиться и в итоге начинаем свое дело. Но главное, мы непременно стремимся к саморазвитию. Действительно. Сегодня все чаще женщины выбирают для себя не только сохранение домашнего уюта, а еще становление себя в бизнес-сфере. Что здорово. По данным Международной финансовой корпорации EFC, равное участие женщин в бизнесе может привести к увеличению производительности на 13-25% в разных сферах экономики. А главное, женское предпринимательство расширяет горизонт возможностей дам и способствует сокращению разрыва оплаты их труда с мужчинами. Накануне все сильные и амбициозные дамы Брестской области собрались в одном месте. На фестивале женского бизнеса. О том, для чего и как проходило мероприятие, а также о его героинях, расскажет Алена Миневич. Современная женщина. Сильная и нежная. Умная и изобретательная. Отважная и сострадательная. А еще она решительная и амбициозная. Она управляет автомобилем и самолетом. Спасает людей. Вкусно готовит. Стреляет, шьет и даже строит. Она может все и даже больше. Современная женщина создает, например, свою компанию. И сейчас женщина и мужчина имеют абсолютно одинаковые амбиции в бизнесе, что доказывают успешно развивающиеся компании во всем мире, созданные именно прекрасными дамами. Брест полон амбициозных предпринимательниц. И все они встретились в конференц-зале отеля «Эрмитаж» на фестивале женского бизнеса, созданного именно женщинами для женщин. Фестиваль женского бизнеса основной своей целью имеет предоставить площадку для женщин, которые собираются открывать свой бизнес, по налаживанию коммуникаций, для того, чтобы они могли найти друг друга, поспрашивать, как кто бизнесы открывал, не открывал, какие лайфхаки есть, чего стоит избегать, а где, наоборот, стоит получить, где есть возможность получить какой-то ответ на свой вопрос. В первую очередь я за общение и за знакомство с новыми людьми, особенно успешными и талантливыми, потому что это вдохновение, это энергия, это какие-то новые знания. Всегда интересно послушать успешных людей, побыть рядом. Поэтому предприниматели города нашего очень интересны для меня, и я думаю, что для себя новенькое подчеркну какую-то информацию. Фестиваль женского бизнеса является частью проекта продвижения и развития женского социального предпринимательства как поддержка малого и среднего предпринимательства Березовского района. Он реализуется программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики. На фестивале присутствовало около 120 участниц, для которых была подготовлена обширная программа, экспресс-консультации, лекции о создании бизнеса и тактике его развития, мастер-классы от юристов, бухгалтеров, маркетологов и уже состоявшихся предпринимательниц. Радует, что уже сейчас в нашем городе образовалось такое комьюнити, совершенно не соперниц, а единомышленниц. Фестиваль женского бизнеса проходит уже во второй раз и совершенно точно не в последний. Первый фестиваль мы проводили в 2018 году, и именно он стал таким переломным моментом, где мы поняли, что женская бизнес-комьюнити – это очень большая часть в целом вклада в развитие предпринимательства в Бресте и Брестской области. После фестиваля женщины настолько сдружились, и мы видим по переписке в социальных сетях, что они, мало того, что они все вместе пришли на этот фестиваль, как хорошие знакомые, как женщины, которые поддерживают друг друга, они еще и помогают друг другу, подсказывают какие-то ответы на вопросы по предпринимательству, то, что я вижу по перепискам, они были настолько вовлечены и заинтересованы в развитии своего бизнеса после прошлого фестиваля, что мы получили очень много просьб повторить. Очень здорово, когда собираются энергичные, серьезные люди, которые стремятся к развитию, к успеху, и когда это женщины, это вдвойне приятно. Поэтому мы стремимся дружить, развиваться вместе, делиться какими-то контактами, коммуникациями, быть вместе и делать наш город лучше. Все участницы форума яркие, талантливые и амбициозные. Каждая уже чего-то добилась в своей сфере, о достижениях каждой из них можно было бы говорить долго. Я веду блогеров в Инстаграме, я помогаю им сэкономить время, чтобы они могли провести его со своей семьей или продвигать себя, чтобы они не сидели все время в телефоне. Это делаю я. Это мероприятие мне для того, чтобы я нашла полезные знакомства. То есть, плюс ко всему, мне сказали, здесь будут вкусно кормить. И на самом деле, хотелось бы пообщаться с людьми, которые, возможно, в будущем мне будут полезны для чего-то, станут моими заказчиками и чтобы, в принципе, расширить кругозор. По счастливой случайности мы встретили девушку, о невероятной работе которой мы не так давно уже рассказывали. Марта Белькевич, руководитель студии дизайна интерьера в Бумт. Она и ее команда уже 10 лет занимаются разработкой проектов интерьера и архитектуры. Это они, в том числе, делают нашу жизнь в Бресте эстетичнее, удобнее и, конечно, моднее. Именно ребята из Бумт разрабатывали дизайн-проект недавно открывшейся игровой комнаты в хирургическом отделении Брестской детской областной больницы. Кафе от жилотерея Буанта Ленти, пространство Амир, кафе Бри, сеть детских центров Базилион и многое другое. Все их умелых рук дело. Для меня это обмен опытов. Очень интересно послушать, потому что каждый проходит свой путь, и у каждого на этом пути какие-то свои идеи, свои трудности, с которыми они сталкиваются. То, что это именно женское мероприятие, очень классно, потому что, я считаю, все равно есть какая-то специфика женского бизнеса и мужского бизнеса. Наверное, женщины более гибкие, им сложнее, может быть, в каких-то таких конфликтных ситуациях. И хотелось бы посмотреть, что-то, может быть, для себя, не на своих ошибках, а на чужих каких-то ошибках для себя сделать выводы, поучиться чему-то. Брест не такой большой город. Конечно, когда приходишь, уже здесь видишь много знакомых лиц. Привет, привет. Ну и я знаю, что здесь с Минской есть люди. Тоже очень интересно познакомиться, потому что в формате B2B мы можем быть полезны многим тоже, потому что все делают свои офисы, магазины. Мы как раз можем это все очень круто делать. Всех девушек на женском форуме объединило одно непреодолимое желание становиться сильнее и успешнее, расширять границы своих возможностей и, быть может, помочь в этом своим коллегам по женскому бизнесу. Мы продолжаем выпуск программы «Итоги недели». Кто из нас не мечтал в детстве вырасти быстрее и при этом не примерял мамин медицинский халат, не пускал в ход плоскогубцы и отвертки, заботливо сложенные отцом, не помогал бабуле испечь пироги, измазавшись тестом. Каждый ребенок, едва осознав себя, начинает пробовать разные профессии. Тем самым с раннего возраста он уже выбирает ту сферу, которая вызывает отклик в его душе. В нашем городе вот уже третий год подряд проходит замечательный семейный фестиваль профессии «Единорог», который на протяжении двух дней позволяет юным брещанам примерить на себя 100 профессий по различным направлениям. Сюжет с места событий подготовила Людмила Логодич. Вот так, не в теории, а на практике, познается каждое ремесло, каждая работа. Столяр, ты, визажист, учитель, врач или фотограф. Узнать, лежит ли душа конкретному делу, можно только попробовав его, так сказать, на ощупь. А это отлично получается под чутким руководством профессионалов на семейном фестивале профессии «Единорог». В этот уикенд он приглашает всех желающих на площадку перед торгово-развлекательным центром «Экватор». Мы придерживаем оснований иглы, это важно, придерживаем и аккуратно открываем крышечку, чтобы у вас игла осталась. Мне очень понравилось, и я ни капельки не исключаю, что я стану будущим врачом. А это говорит о том, что цель фестиваля профессии достигнута. Здесь каждый найдет для себя увлекательное и главное полезное занятие. Хочешь быть журналистом, так будь им. Мы представляем сегодня профессию журналиста-блогера. Понятное дело, что так как это медиашкола, мы должны посвящаться как-то более глубже этой профессии. Ну а почему? Потому что мне это интересно, мне это какие-то эмоции, это какие-то впечатления, это какой-то опыт в больших мероприятиях. Очень хотелось придумать проект не только развлекательный, но и образовательный, чтобы все дети через игру смогли познакомиться с многообразием профессий. У всех детей есть трудовые книжки, и все как во взрослой жизни. В каждой трудовой книжке, пройдя профессию, ты получаешь отметку и заработную плату, специальные фестивальные деньги, бибы, которые потом можно потратить в настоящем магазине арт-территория и приобрести товары к школе и интересные художественные товары. Фестиваль существует третий год и с каждым разом становится лучше и масштабнее. В этом году представлено 100 профессий, а еще добавилась сцена и концертная программа. Ни с одной другой не перепутаешь площадку предприятия Брестский автобусный парк. В новеньком электробусе принимают на должности водителя и контролера. Но водитель, пусть даже и маленький, обязан сперва обучиться, поэтому сначала его отправят на площадку ГАИ. Здесь мы представляем сразу две профессии. Это профессия водитель и профессия сотрудник госавтоинспекции. Несовершеннолетние ребята могут прийти на нашу интерактивную площадку и почувствовать себя в роли водителя. Первоначально они сдают теористический экзамен на знание правил дорожного движения, после чего мы допускаем их к практическому вождению маленьких машинок на нашей интерактивной трассе. По итогу ребенок может получить игрушечное водительское удостоверение. А вот юные контролеры сразу и без экзаменов приступили к выполнению служебных обязанностей. Работа выполнена качественно, а значит сотрудники получат вознаграждение. Вы работали молодцы кондукторами, теперь получите расчет, вашу зарплату. Пожалуйста. Спасибо. Но есть площадки, на которых можно потрудиться и безвозмездно. Например, волонтерам Красного Креста. Они спешат на помощь всем и учат других поступать так же. А вот Савушкин продукт поступил оригинально. На его площадке ни на минуту не прекращалась очередь. И желающих подоить корову. Даже в пасмурный дождливый день такие занятия способны увлечь и поднять настроение. И не только детям. И взрослым очень интересно. Организаторы молодцы. Столько всех. Несмотря на дождь все пришли. Все классно, все здорово. Просто устроили настоящий праздник. Замечательный праздник, много подарков. Дети в восторге. Столько профессий, что самой бы хотелось попробовать и убедиться в правильности своего выбора. Действительно, ведь праздники единорук семейный. Поэтому не исключено, что и взрослые присмотрят себе новую профессию. Брестский областной краеведческий музей провел четвертое мероприятие проекта «Награда в истории. История в награде». Вниманию публики на встречах данной серии уже были представлены ордена за заслуги и рыцарскую честь, материнской славы, а также почетного легиона. На этот раз с особой гордостью сотрудники презентуют награду Королевства Сербии – Орден Святого Савы. Этой наградой в свое время были удостоены Николай Рерих, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. Реликвия волею судеб попала в музей, так как была изъята на Брестской таможне при попытке незаконного перевоза через границу. Еще больше интересной информации о награде, святом которой на ней запечатлен и людях, которые к ней причастны в заключительном материале нашего выпуска. Реликвия, представленная зрителям, ни реплика, ни воспроизведение, ни муляж. Перед нами оригинал награды Королевства Сербии – Орден Святого Савы. Он выполнен из серебра с позолота. Его контрабандой пытались вывести через Брест в начале 80-х. С тех пор Орден хранится в запасниках Брестского областного краеведческого музея. А значит, эта встреча – единственная возможность увидеть его своими глазами. Он лежит в запасниках, он хранится. И лично вы или кто-то другой никогда бы его не увидели, потому что в историю Брещины в краеведческую тематику каким-то образом пристроить вот эту награду – это нереально на самом деле. А с другой стороны, вот мы владеем, я не уверена, что в каком-то из областных музеев нашего государства имеется такая награда. Это новые знания, которые получат наши посетители. И мы обогащаемся сами, потому что мы проводим исследовательскую работу. В центре Мальтийского креста овальный медальон с полноцветным портретом великого православного сербского святого. И надпись «Трудом своим все приобретайте». Это завет народу от архипископа Саввы. Он, будучи рожденным в княжеской семье и имея все права на престол, отрекся от него во имя Бога и принял монашество. Савва сербский, хотя и был основателем фактически автокефальной сербской православной церкви, то есть она отдельно отстоит от русской православной церкви, в которой мы находимся, тем не менее огромное значение носит он и для нас. По той простой причине, что вот как здесь на Руси для нас была княгиня Ольга, князь Владимир, для белорусской земли это была преподобная Ефросинья Полоцкая, так для Сербии являлся преподобный Савва сербский, который фактически, можно сказать, был таким просветителем сербской земли. Представленная награда является государственной. Она была учреждена в 1883 году. Ее вручали за просветительскую и миссионерскую деятельность, достижения в сфере искусства. И ее не следует путать с другой, одноименной. Мы представляем государственную награду, а на сегодняшний день, в 1986 году, была учреждена одноименная награда сербской православной церкви, которая вручается за особые достижения в светской и духовной жизни. Вручается она архиепископом сербским и имеет три степени. С обладателем этой награды, кавалером ордена, нашим земляком-переводчиком, югославистом Иваном Чаротой была возможность познакомиться у гостей мероприятия с помощью онлайн-связи. А завершил встречу еще один эксклюзивный сюрприз. Для гостей выступил молодежный хор «Свято Рождество Богородицкого монастыря» с сербскими песнопениями. Источничек жива на сне, Мария слава, Беснота... Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Это были «Итоги недели», у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте – 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Арина Левчук, желаю вам добрых новостей о ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова